Сначала я расскажу, наверное, напомню, что является причиной аутизма, по нашему мнению. Мы по всем признакам убеждены, что причина аутизма — это повреждение центральной нервной системы. Что такое аутизм? Аутизм — это нарушение нервной деятельности на разных уровнях. Есть дети, у которых нарушения только в одной какой-то области, есть дети, у которых нарушения более серьезные, более обширные, более глубокие. Насколько мы видим, аутизм совершенно замечательно может перетекать в ДЦП. То есть, собственно, что такое ДЦП? Это повреждение центральной нервной системы, более глубокое, чем при аутизме. Поэтому очень многие детки с аутизмом, раз и прочими такими диагнозами, они имеют при себе очень часто признаки ДЦП. То есть имеют и контрактуру мышц, и нарушение моторики, и много чего еще. Поэтому, собственно, с нашей точки зрения мы особо не разделяем. Просто ДЦП — это более сильное, более тяжелое состояние, чем состояние аутизма. И как это вообще лечится? Ну, как мы уже сказали, таблетками это не лечится. То есть разные попытки применять всякие там фармакологические препараты, они, скажем так, не преуспевают. А некоторые препараты, а может быть даже и все, дают различные побочные эффекты. То есть это, скажем так, тема тоже большая, интересная, но не на сегодня. Мы пользуемся, скажем так, тем, что человек, вообще человек, это не только тело. То есть вот если вы смотрите на себя в зеркало или на ребенка своего и вообще друг на друга, то вы видите, как бы, вот человек, да, у него есть там голова, нос, глаза, там он одет, да. И, скажем так, многим людям кажется, что вот это все. То есть вот то, что мы видим, это вот весь человек. Если, собственно, многие люди задумывались о том, что это не все, что это не весь человек, скажем так, на протяжении веков. То есть любая религия говорит нам о том, что помимо тела существует душа. Различные там философские школы как бы указывают на то, что помимо того тела, которое мы привыкли видеть и осязать, есть еще что-то. Были даже попытки, так сказать, научно исследовать, что же там есть помимо тела. Вот, например, есть такая вещь, называется эффект хирлиан, когда при помощи определенного вида фотографии можно увидеть, что человек окружен чем-то еще. То есть что вокруг нас имеется нечто, так сказать, не то, что мы не привыкли воспринимать. Некоторые люди занимаются специальными тренировками, чтобы вот это нечто видеть. Ну, наверное, все слышали там про ауру, да, и прочее. Но аура — это только часть. Но к чему я это все рассказываю? Я это все рассказываю к тому, что то, что вот мы привыкли видеть и осязать, даже обращать внимание в себе, это далеко не все. То есть у нас есть что-то еще, есть еще некоторая часть. Собственно, большинство религий почему-то как бы отделяют душу там от тела, говорят, есть тело, есть душа. И, наверное, есть только единственный иудаизм, который говорит, что вот ничего подобного. Тело — это часть животной души. Но как бы на философскую тему можно долго говорить, это все очень интересно. Вопрос, какие у нас практические выводы могут быть из этого. А практические выводы очень интересные. То есть если мы берем, скажем, человека с нарушениями работы центральной нервной системы и смотрим, что же у него не работает, то если, так сказать, при наличии определенных инструментов можно увидеть, что у него не работает не только физическая часть тела, но и не работает некоторая часть вот этого вот невидимого, без которого человек, в общем-то, не будет человеком. И поэтому для того, чтобы восстановить функцию высшей нервной деятельности, необходимо, чтобы восстановились, так сказать, все, ну, назовем это, слоями человека. Собственно, я не первая, кто упоминает слои. Например, вот Теософская школа, они там разработали целую систему слоев, сколько там у человека тонких тел. Ну, можно как бы спорить на тему, как человек реально устроен. Это мы не будем делать, просто примем это как факт, что человек гораздо более сложное существо, чем вот то, что мы привыкли видеть и воспринимать. И когда возникают различные вот нарушения в центральной нервной системе, то, собственно, основной вопрос возникает, на каком уровне это нарушение. Скажем, если человеку ударили по голове, то понятно, да, у него будет травма физического тела, и дальнейшее будет зависеть от того, насколько успешно он сумеет это заживить, да, и за какой срок. Потому что, если, например, та же травма головы останется тяжелой и не сможет, так сказать, зажить за какой-то не очень долгий срок, то начнутся изменения в более глубоких слоях, и человек уже получит гораздо более глубокие повреждения, в том числе и нарушение центральной нервной действенности. И, собственно, то же самое касается всех детей с подобными диагнозами. То есть вопрос, где именно повреждение, насколько оно глубоко, и, скажем, в некотором смысле, насколько оно высоко. И вот чем глубже, чем более глубокие, так сказать, области и слои затрагиваются, тем более тяжелое состояние возникает у ребенка, и тем больше требуется усилие для того, чтобы привести его в норму. В чем разница, скажем, между ребенком с поврежденной центральной нервной системой и между взрослым ударенным по голове? Собственно, разница здесь одна, но очень существенная. У ребенка есть огромный потенциал роста, и если ему помочь, так сказать, преодолеть это повреждение, то он вполне успешно выращивает и новые нервные клетки, и создает новые нейронные связи, и много чего другого он делает. Это все то, что не умеет делать взрослый. Поэтому, собственно, если, скажем, ударенный по голове взрослый не сумел вовремя, так сказать, выздороветь, или если ему не оказали нужную помощь, то картина будет достаточно грустной. Я вот уверена, что доктор Аркадий наверняка видел, и доктор Римма видела, и, собственно, и мы с Давидом видели, и результаты этого видели, и, в общем, короче, не дай бог никому, сейчас это только вот в качестве иллюстрации. Ну и вот вопрос, что же делаем конкретно мы для того, чтобы восстановить центральную нервную систему. Так получилось, что мы много-много лет занимаемся целительством. Собственно, изучая многие подходы, я называю то, что делаю лично я, классическим целительством. То, что делает Давид, это, скажем так, немножко другая школа и другие методы. В общем, в чем-то мы пересекаемся, но как бы и воздействия разные, и результаты немножко разные. Поэтому я, наверное, сегодня сосредоточусь на себе, то есть что делаю лично я, а Давид, если захочет, расскажет о том, что делает лично он. Собственно, классическое целительство предполагает воздействие на другого человека с помощью своей собственной, так сказать, энергии, своей собственной, или там неважно, где целитель ее берет, это как бы у каждого свои методы. Не бывает двух одинаковых целителей, и поэтому нельзя сказать, а вот ты здесь такая сидишь, а вот мне нужно такую же. Это вот как-то был ко мне один человек, который вылечился у меня от всяких неприятностей, он потом мне сказал, говорит, я вот ищу там для своих друзей, мне нужно вот такую же, как ты, но только вот на юге страны. Я стала ему объяснять, что такую же, как я, он там не найдет, потому что ее там просто нет. Но я могу ему посоветовать там других людей, которые занимаются чем-то похожим. Он подумал, сказал, не, говорит, вот если точно такой же, как ты, ты не найдешь, то мне не надо. Короче говоря, в чем заключается вообще идея целительства? Скажем так, люди на протяжении тысячелетий знали, что есть некоторые люди, у которых вот эта вот энергия человеческая или там, не знаю какой, ее больше. Вот такие люди, я думаю, кстати, многие из вас могли сталкиваться. Например, такой человек может положить руку, скажем, на обожженное место, и можно будет увидеть, как под его рукой как бы заживет часть кожи и останется прям след от руки, то есть прям отпечаток. Да, такое бывает, и это довольно часто. Это вот, скажем так, самая грубая энергия животное, которой можно залечивать раны. Раны, ожоги, там можно излечивать всякие ортопедические проблемы. Например, там больная спина. Вот я знаю, мне несколько человек говорили, что где-то под Москвой имеется человек, который вот таким способом лечит именно проблемы со спинами. То есть там, не помню, это женщина или мужчина, но в общем, к этому человеку там стоят очереди и записываются задолго, потому что, когда болит спина, и в общем, уже там некоторые даже после операции не знают уже, что делать, то это, в общем, выход. И поэтому как бы люди идут и, так сказать, хотят исцеления. Вот. И, собственно, когда лично я начинала вот всем этим заниматься, я думала примерно вот об этом же. То есть, ну, вот такие вот вещи там, мало ли, раны там, ударенные по голове. Ну, в общем, как-то так, скажем так, Бог ведет каждого своей дорогой, и моя дорога была немножко совсем другая. То есть, собственно, и ударенных по голове у меня тоже было, и раны тоже были, и много чего, но, скажем так, первый человек, вылеченный мной сознательно, на самом деле, был, скажем так, у него был диагноз рак яичников в четвертой стадии, собственно, уже неоперабельный. Вот. Эта дама жива до сих пор, слава Богу, пусть живет до 120, да, у нее уже несколько внуков. Вот. Я тогда, честно говоря, совершенно не представляла, к чему приведет то, что я буду делать, и, в общем, как бы то, что получилось, это было совершенное чудо. Вот. Но, тем не менее, как бы, где такие вещи, как там, скажем, травма или онкология, и где аутизм, да? То есть, никому это в голову не приходило. И в какой-то момент вот нам пришлось заниматься своими детьми, и, собственно, тогда вот я как-то, наверное, больше осознала, что же я именно делаю, и оказалось, собственно, оказалось, осозналось, что то, что я делаю, оно, среди прочего, снимает воспаление. То есть, собственно, вот это же работает при онкологии. То есть, когда человек заболевает онкологией, то у него есть очень много различных видов воспалений в организме, и вот, собственно, если их снять, то опухоль во многих случаях заживает. И то же самое вот с аутизмом. Одна из причин, почему у ребенка повреждается центральная нервная система, это то, что сегодня называют таким красивым умным словом нейровоспаление. Почему оно может возникать? Тоже там есть миллион причин. Например, это может быть интоксикация, например, это может быть вирусные всякие осложнения, там, в общем, короче, много разных вариантов, из-за чего может возникать воспаление. То есть организм ребенка не справился с чем-то. То есть, что это такое, это вот, например, вирус, да, там, допустим, известны вирусы, которые могут давать осложнения на центральную нервную систему. Например, есть, скажем, вирус краснухи, да, доктор Аркадий про него много знает, может рассказать, если кому интересно. то иногда этот вирус может давать осложнения именно на центральную нервную систему, но он больше как бы концентрируется в определенных местах. Есть, например, виды менингитов, там есть бактериальные менингиты, есть вирусные менингиты, есть различные энцефалиты, в том числе вирусные. В общем, короче, есть очень много причин, почему может возникать воспаление именно в нервной системе. И оказалось, собственно, что, скажем так, если работать вот тем методом, которым работаю в частности я, и тем методом, который работает Давид, и, собственно, скажем так, и доктор Аркадий может рассказать про себя, и доктор Шлом может рассказать про себя, потому что в итоге любой человек, который работает руками и касается тела другого человека, он в каком-то смысле работает со своей энергией и с энергией этого человека. И, в общем, короче, оказалось, что вот этот метод, он очень эффективен для снятия вот всяких подобных воспалений, в том числе и нейро. И практика показывает, что если удается ребенку снять нейровоспаление, то он получает возможность к развитию. Дальше возникает вопрос о том, насколько конкретные нервы, конкретные клетки, насколько они пострадали. И очень у многих детей, скажем так, часть нервных клеток погибла. И, собственно, вот разница, основная разница между аутизмом и ДЦП, она именно в том, сколько нервной ткани успела погибнуть. То есть при ДЦП ее погибло больше, чем при аутизме. Поэтому при аутизме легче восстановить изначальную конфигурацию в силу того, что ребенок растет, клетки постоянно возникают новые, делятся и так далее. И поэтому вот этот ущерб, который был нанесен этим нейровоспалением или чем там еще, он вполне успевает компенсироваться за какой-то срок. Естественно, здесь у нас играет роль возраст, то есть чем младше ребенок, тем легче это все, потому что, как правило, эти нейровоспаления, они возникают все-таки либо близко к рождению, либо после и получают максимум своего развития уже где-то годом к полуторам. То есть если, скажем, к нам попадает ребенок двух-трех лет, это одна ситуация, а если попадает ребенок скажем там восьми-десяти лет, то это уже совсем другая ситуация. То есть чем дольше это нейровоспаление там развивалось, тем больше, скажем так, нервных тканей, во-первых, погибло, а во-вторых, тем больше разница в развитии между нормой и тем, что наличествует у данного конкретного ребенка. Поэтому, естественно, мы всегда говорим родителям, что ждать не надо, и маленький ребенок, у него гораздо больше шансов выйти в полную норму, чем у ребенка, которому, скажем, уже там 10 лет. Хотя, собственно, мы вот наблюдали случаи, когда и восьмилетний отлично начинал разговаривать, и в общем, ну, короче, все очень индивидуально, и вот так вот сходу нельзя сказать, что вот этот ребенок выйдет в полную норму, несмотря на то, что он уже там, мы взрослые, а этот вот не выйдет, да? То есть, единственный вариант — это делать. Делать, то есть, ему нужно помогать целительскими методами, теми методами, которые существуют. Значит, есть еще один аспект, кстати, вот в тех методах, которые мы применяем, они абсолютно безопасны. То есть, что бы вы ни взяли, например, какие бы таблетки, какие бы там БАДы, какие бы там что угодно, всегда есть риск побочных эффектов, и иногда бывают очень тяжелые побочные эффекты. Вот, например, буквально на днях меня одна мамочка спросила про инулин, то есть, она как бы задала вопрос про конкретный инулин, но я так понимаю, что вопрос, в общем-то, про то, что называется протокол Неметика. И, казалось бы, инулин, вещество такое, как бы оно присутствует в некоторых растениях, ну, то есть, натуральное абсолютно, да, но, тем не менее, мы своими глазами наблюдали совершенно ужасные реакции у детей, у которых повреждения поджелудочной железы и некоторые другие нарушения обмена веществ и совершенно кошмарные откаты в поведении и в интеллектуальном как бы развитии. Поэтому никогда нельзя знать, вот когда вы ребенку даете какой-то витамин или БАД или еще что-то, то, скажем так, может повезти, и ребенок хорошо это воспримет, а может получиться очень неприятная вещь. Так вот, то, что мы делаем, это абсолютно безопасно, то есть, не может быть вот от такого целительства, не может быть побочных эффектов. Могут быть временные, скажем так, обострения некоторых состояний, то есть, скажем, гиперактивный ребенок может там немного усилить свою гиперактивность на какой-то период, на время лечения, но потом это все сходит на нет и как бы начинается развитие. То есть, никогда не было и, в общем, как бы логически не с чего быть никаким вот таким вот побочным эффектом с откатами. Ну, вот я примерно так рассказала, я буду очень рада, если мне будут задавать вопросы. Так что, я жду. Тех, кто задает вопросы, пожалуйста, включайте микрофон, а после этого выключайтесь. Спасибо. Ну, или можно в чате писать, да. Юсефа, а скажи, пожалуйста, признаки воспаления, это я сейчас возвращаюсь к этому нашему последнему трехмесячному, они могут быть сильно видимыми, они могут быть незаметными, они могут быть, вот, с твоей точки зрения, на что сразу надо обратить внимание, на какие-то, может быть, мелочи? Да, значит, возвращаясь вот к этому трехмесячному, да, значит, смотри, он, по всей видимости, уже родился с какой-то проблемой, поэтому мать сразу обратила внимание, это там четвертый ребенок, то есть, это не просто так, да, мать сразу обратила внимание, что ребенок закатывает глаза наверх, да, вот, это как бы невыраженно, но, тем не менее, как бы, мать, которая уже имеет четвертого ребенка, заметила, то есть, что это что-то новое, да, вот, и она права, потому что, как бы, повреждения, судя по всему, у него как раз в той области, которая отвечает в том числе и за вот эту функцию глазных этих движений. Потом это прошло, то есть ребенок это преодолел, она сказала, где-то к месяцу это прекратилось, и все это было замечательно, значит, она успокоилась, и как бы ребенок нормально стал развиваться, до вот того события, про которое ты знаешь, когда вот эти поврежденные места, которые еще не успели как следует окрепнуть, получили, так сказать, новый удар по ним. И вернулся вот этот вот признак, и мать сразу же как бы забеспокоилась. Насторожилась. Да, насторожилась. Почему? Потому что, значит, к этому признаку вдобавок добавилось что? Проблема со сном. Вот сейчас мы будем наблюдать. Вот у нас совершенно уникальный случай вот в этом плане, что мы можем, так сказать, наблюдать, как это все развивается. То есть сейчас будет одно из двух. Либо иммунная система этого ребенка все-таки справится, и оно повторно заживет, и тогда мы тихонечко о маме скажем на ушко, чтобы она подумала хорошенько, прежде чем делать еще какие-то прививки, да? Да, вот. Либо не справится, и воспаление начнет там развиваться. То есть ребенку три месяца, в общем, такие воспаления развиваются медленно. Значит, ребенок еще и растет быстро в этом возрасте, поэтому как бы его рост успевает опережать вот это вот развитие воспаления. И где-то вот к полутора годам мы увидим, либо ребенок, так сказать, все полностью сумеет заживить, и, так сказать, все будет хорошо, или мы увидим какие-то вот неприятности. Я кратко отвечу на один важный вопрос, который был задан в чате. Вопрос о том, до какого возраста можно восстанавливать поражение центральной нервной системы. Ответ краткий и двоякий. Если вы этот вопрос зададите любому специалисту, который занимается, скажем так, медицинской деятельностью, ответ будет простой. Нервные клетки не восстанавливаются. Это то, на чем выросли вот и мы все. Ну, уже доказали, что они восстанавливаются и делятся, и делятся в любом возрасте. Секунду, секунду. Да, да, да. Просьба вышла, а потом уже, это займет 2-3 минуты, потом уже высказывать свои точки зрения. С одной стороны, как я сказал, считается, что нервные клетки не восстанавливаются, то есть это, я говорю родителям, не нашим сотрудникам, с одной стороны, если вы спрашиваете у любого специалиста, ответ будет такой, нервные клетки не восстанавливаются вне зависимости от возраста. Самый характерный пример это детский церебральный паралич. Если уже есть это поражение, то оно как бы пожизненно, и оно относительно статичное, но оно не меняется, оно не меняется с течением времени, но шансов на то, что ребенок с ДЦП станет здоровым, практически никакой. Это обычная точка зрения. С точки зрения нашей практики и того комплекса методов, которые мы все дружно применяем, эффект от этого, практически нет никакой разницы в каком возрасте, по большому счету. У нас были вот и пациенты, новорожденные, вот сейчас мы говорили о пациенте, который был у нас несколько дней назад, ему три месяца. Были пациенты, скажем так, 80+, речь идет о, например, болезни Паркинсона и так далее. С точки зрения нашей практики особо большой разницы нет. То есть и то, и другое с Божьей помощью может быть восстановлено. И разговоры о том, разговоры разных специалистов о том, что родители быстрее, быстрее нужно что-то делать, иначе будет время упущено. И ребенка нельзя вылечить. Это просто спекуляции, говоря, в большинстве случаев, говорю по-простому, обман. Люди, которые это говорят, они прекрасно знают, что вне зависимости от возраста, те методы, которые используются сейчас, они, как правило, не дают вообще каких-либо особо положительных результатов. Опять-таки, повторяю, вне зависимости от возраста. Это краткий, не краткий ответ на вопрос. С точки зрения нашей практики особой разницы нет. У нас были пациенты и младенческого возраста, и есть тоже. И совсем не дети. Возраст никоим образом... Только с одной оговоркой, что все зависит от того, сколько в реальности нервной ткани сохранилось. Да, это, конечно, да, но здесь есть еще один момент очень важный. Послушайте. Если, например... Подождай, договорись, пожалуйста. Спасибо. С моей личной точки зрения, вот Есеф свою точку зрения высказала, что многое зависит именно от возраста, она имеет в виду только аспект один. Исцеление с помощью внешних факторов. С увеличением возраста увеличивается другой фактор, весьма немаловажный, который весьма активен в том, что делаю я и другие специалисты. Это активное содействие ребенка или подростка или человека в процессе исцеления самого себя. И в этом плане, чем больше, выше возраст, тем лучше, потому что усилия, которые прилагаются самим человеком, вот они действительно тоже зависят от возраста, и чем выше возраст, тем результат лучше, как это ни странно. Я сказал. Ну, у Давида другие методы, он работает немножко с другим. Поскольку я лично работаю с физическими повреждениями, то мой опыт говорит о том, что чем ребенок младше, тем легче, в силу того, что у ребенка еще потенциал роста очень высокий. Что же касается упомянутого Паркинсона, то там действительно присутствует нервовоспаление, но оно присутствует на полностью взрослых, сформировавшихся нервных тканях. А это, конечно, гораздо более выигрышная ситуация, чем когда нервовоспаление присутствует, скажем так, в центральной нервной системе, которая еще не развелась. То есть ребенок еще не получил всех навыков, которые он должен получить, он просто еще не сформировал те структуры, которые формирует. И, скажем так, в этом случае нервовоспаление может давать гораздо лучшее результаты, чем уже, так сказать, действительно в старом возрасте. Я немножко добавлю. Если снять нервовоспаление у человека, который полностью взрослый, который полностью все умеет и так далее, то его навыки восстановятся немедленно. То есть, собственно, исчезает нервовоспаление и навык восстанавливается. Почему? Потому что все уже есть, уже все сформировано. Если снять нервовоспаление у ребенка, то восстановится ровно то, что успело сформироваться. Если это не успело сформироваться, то это нужно формировать заново. Вот тут в прошлые разы кто-то задавал вопрос, что ребенок получил откат и потерял навыки разговора. То есть ребенок говорил там какие-то слова, а потом что-то случилось, и ребенок полностью потерял вот эту вот способность. И вопрос как раз так и звучал, что если вот убрать сейчас это нейровоспаление, восстановятся ли те навыки? И мой ответ тогда был именно такой, что те навыки уже, скорее всего, не восстановятся, но сформируются новые. Ребенок растет, формирует новые связи, растут новые клетки, и ребенок сможет просто заново освоить вот все вот эти необходимые навыки и то, что он должен знать. Я еще раз немножко резюмирую, отвечая на конкретный вопрос, который волнует многих. Говоря по-простому, с нашей точки зрения, с точки зрения нашей практики, которая подтверждается ежедневно, а возраст в этом плане это не приговор. Чем выше возраст, шансы не уменьшаются. Как минимум, может быть, и наоборот. Шансы, наоборот, увеличивают за счет того, что ребенок становится более сознательным, и его соучастие в процессе своего исцеления может быть значительно более эффективным. Кроме того, то есть Эфа рассказывала о том аспекте, которым занимается она, конкретное лечение. То, что мы делаем, есть еще и другие аспекты, крайне важные, и говоря кратко, это еще и содействие развитию ребенка, и содействие тому, чтобы обстановка в семье была здоровая, то есть это конкретно для помощи родителям, и лечебное, и психологическое, и так далее. То есть наш подход к излечению нейровоспалений, он комплексный, включает в себя не только лечение, просто лечение тела физического и основ его в духовных телах, но и развитие, гармонизация, то, что такое модное слово. Просто, скажем так, наш рабочий лозунг такой, счастливые родители, это здоровый ребенок. Да, это тоже очень важно, это правда, потому что дети, есть и очень интересный момент, дети, у которых есть нарушение развития, они позднее, скажем так, перерастают связь с матерью, и поэтому они как бы очень привязаны к матери, и состояние матери очень влияет на состояние ребенка. Собственно, процесс взросления, он включает в себя вот это вот отделение ребенка от матери, когда он может уже, да, чувствовать себя отдельной единицей, и тогда уже он будет меньше реагировать на состояние матери. Так что, да, это действительно очень важно. Можно я пару слов в нашу дискуссию немножечко как бы все-таки с точки зрения медицины и прочее. Значит, дело все в том, что вот на прошлой или позапрошлой конференции Давид сказал совершенно потрясающую фразу, абсолютно верную, и на самом деле это так оно и есть, что медицина 21 века, она кардинально отличается от медицины прошлого. То есть, сегодня медицина другая и самые, скажем, передовые доктора, занимающиеся вопросами лечения людей, они рассматривают взаимоотношения врач-больной абсолютно не так, как это было раньше. То есть, они рассматривают не пациента как такового вот с расспросами, с желением, с подбиранием каких-то препаратов и так далее, они рассматривают ту проблему, которая у человека возникла. Почему? Потому что рассматривается человек как единое тело, душа и прочее. То есть, три структуры. Это его физическое состояние, это его биохимическое состояние, то есть, все процессы, которые происходят в организме с точки зрения обмена веществ и его психическое состояние, то есть, эмоции, нравственности, взаимоотношения в семье, стрессы и так далее, и так далее. Поэтому вот как раз вот это вот триединство, оно позволяет работать с какой-то одной структурой и работа с этой структурой излечивает все остальные, поэтому, скажем так, то, что делают ИСФ, и Давид, и наш центр, он на самом деле, эти вопросы, они не очень как бы отдаленные от современной медицины, они практически идут параллельно, поэтому тут ничего такого, который, чтобы удивляло, там, мучало, или говорилось о том, что это что-то такое, вот, непонятно. вот, а учитывая, что центры работают, скажем, специалисты, которые это вот как бы объединяют, допустим, вот как я, Рима, Шлома, то есть тут как раз все очень даже понятно, даже с точки зрения нормальной современной медицины. Это первое. Теперь второй вопрос, значит, который я хотел. Дело все в том, что то, что говорила Есефа, оно там не прозвучало один очень важный, на мой взгляд, аспект. Дело все в том, что практически, ну, я не хочу сказать в 100%, там, 90%, в очень большом проценте случаев вот это вот нарушение, приводящее к таким последствиям, о которых говорила Есефа, возникает нотреутробно. То есть это причина, связанная не только с проблемой развития плода, но и с ситуацией матери во время беременности. И вот когда Есефа говорила о вирусах, то это вирус, который подхватывает ребенок, уже родившийся, а вирус, который переболевает или носит мать во время беременности. Та же краснуха, корь, допустим, тот же грипп очень, кстати, влияет на развитие нервной системы, банальный вирус гриппа. Но есть еще вирусы, которые проникают через плаценту и через беременную женщину, они поселяются в ребенке, и вот там они начинают развивать все эти проблемы. Прежде всего это гербис и вирус Эпштейна-Баа. Вот эти два вируса, они у ребенка присутствуют. И если мы находим, скажем, этот вирус у уже рожденного ребенка, то, вероятнее всего, ребенок его получил во внутриутробном периоде от матери. Соответственно, но кроме вируса такое воспаление может возникнуть вследствие других нарушений. ну, например, асфиксии какой-то, нехватки кислорода, какого-то недоразвития связанного, ну, предположим, с нехваткой каких-то микроэлементов у матери, у беременной женщины, нарушения каких-то моментов анатомических, то есть ребенок, скажем, плохо лежал, ребенок, бывает часто, что второй плод мешает полноценному развитию и так далее. В каждом случае этот момент индивидуальный и он требует просто уточнения. Я уже не говорю о каких-то стрессах, о каких-то вот для беременной женщины. Это все сказывается на развитии плода и может явиться причиной вот этого нейровоспаления, о котором говорила ИСФ. И еще один раздел достаточно большой, который вот, скажем, он вызывает где-то грань между аутизмом, ДЦП. Вот мы об этом поговорим. Я думаю, это отдельная лекция. Вот если мне так сказать доверят, я поговорю. Доверят, Аркадий, доверят. Еще как? Это момент родов. Вот нарушение в процессе родовой деятельности она кардинально может изменить ситуацию с нервной системой ребенка. Малейшие нарушения в процессе родов, они как раз и вызывают воспалительные процессы. И вот к вопросу о возрасте я вот сейчас попытаюсь как бы примирить дискутирующие стороны. Дело в том, что смотрите, процесс воспаления он на самом деле развивается. Не бывает такого, что воспаление есть и оно застыло. Оно идет по как всегда тенденции ухудшения. Ну представьте себе фурунку банальную на пальце. Вот он нагнивается, нагнивается, нагнивается. То есть процесс идет. Любое воспаление имеет тенденцию увеличиваться. Поэтому чем старше ребенок, я вот сейчас из Сефина точку зрения как бы понимаю, да, потом я объясню Давидову точку зрения, на самом деле правы оба. И вот в этой ситуации возраст имеет значение, потому что чем раньше мы начинаем лечить процесс воспаления, тем мы быстрее достигаем эффекта, потому что воспаление уходит, и вот то, что ребенок недоразвивается, смотрите, он как бы успевает догнать в своем развитии быстрее. Да, Исэхов? Понимаешь, с чем я говорю? Да, совершенно верно. Как только заживает воспаление, ребенок дальше может уже расти, просто, да, он будет отставать, но он догонит. Это верно. Но есть другой момент. Есть момент, который, скажем, не зависит от возраста. Это результат. То есть мы действительно можем добиться результата в любом возрасте. Вся суть в том, какую задачу мы ставим. И вот здесь я понимаю, принимаю точку зрения Давида, потому что действительно возраст это совсем не приговор. И работая с человеком уже в достаточно взрослом состоянии, мы можем убрать причину, которая вызывает это воспаление. Как только уходит причина, процессы, вызывающие воспаление, они сходят на нет. Ну, грубо говоря, возвращаясь к фурунку, мы его вскрыли, вычистили, процесс зажил, это не зависит от возраста. Поэтому здесь мы просто рассматриваем ситуацию достаточно индивидуально. Вот как бы да, то, что я хотел сказать. Ну, все правильно, но с возрастом тут нужно еще учитывать, насколько ребенок отстал. Скажем, если у ребенка допустим диагноз синдром Аспергера, то есть его интеллект полностью сохранен, он обучаем и так далее, то как бы в любом возрасте будет замечательный результат, когда бы такой ребенок к нам не обратился. Просто почему? Потому что разница в навыках она очень достаточно небольшая, то есть навыки, которые он должен иметь по своему возрасту и те, которые он реально имеет, то есть там разница она как бы невеликая. Вот, если же ребенок, скажем, ему 15 лет, а он не умеет ходить в туалет, то тут разница, скажем так, велика, что просто займет весьма долгое время, пока он сможет догнать. Так вот об этом и речь. То есть возраст значения не имеет, имеет значение время восстановления. То есть чем старше ребенок, тем как бы немножко другие задачи мы ставим и это более постепенно решается. Я думаю, тут надо просто разделить. Есть вопрос физического выздоровления, то есть у ребенка восстанавливаются рефлексы, проходит нервоспаление, там и так далее. это действительно не зависит от возраста. И есть вопрос развития. То есть если у ребенка отставание на 10 лет, то это конечно огромное отставание. И по опыту мы видим, скажем, ребенок до 6 лет успевает догнать, скажем, там года за 2-3, успевает догнать полностью до нормы. Ребенок старше, там уже возникает вот это вот, потому что еще там стоит вопрос, в какое учебное заведение его отдавать, как им заниматься, потому что скажем, если допустим трехлетка, который тянет на полгода, он через полтора года будет тянуть на свои там сколько там ему, 4 года, он просто успеет догнать, потому что разница в навыках она хоть и большая, но все равно это еще не та, не такая огромная разница. А ребенок скажем в 8 лет его уже отдали уже не в обычную школу, а скажем в коррекционный интернат, где им никто не занимается, а где он сидит там целый день, то тут вообще я не вижу, как это можно суметь, то есть родителям нужно тогда переводить его на инфекционное обучение. Это можно, здесь я соглашусь с Давидом, вот что это действительно можно, но это будет действительно дольше и цели как бы ставятся постепенно, то есть сначала мы восстанавливаем одно, потом другое, потом третье и так далее, то есть это займет просто больше времени, конечно. Так, тут у нас вопросы к Давиду про дочку, которая спит с мамой, да, это точно, это к Давиду, это он у нас такие вопросы решает, причем весьма успешно. Так, следующий вопрос, золотистый стафилококк, обнаруженный в кале ребенка, может ли это влиять на развитие, нужно ли избавляться? Это вот у нас доктор Аркадий и доктор Рима должны хорошо уметь ответить. Тут чего отвечать, стафилококк это микроб, патогенный, который говорит о воспалительном процессе, естественно, избавляться от него надо, но надо смотреть клинику, во-первых, если сдавали анализ, значит, что-то беспокоит, раз что-то беспокоит, значит, причина этого беспокойства является золотистый стафилококк, обычно в анализах дает, скажем, тот препарат, который на этот стафилококк действует, соответственно, этот препарат надо пробить и потом надо восстанавливать поврежденные участки, скорее всего, это будет либо то, в зависимости от клиники, надо восстанавливать, вот здесь, как бы, ну, уже нужно говорить конкретно, это вопрос требует индивидуального подхода. Там был вопрос, можно ли определить нервоспаление, видимо, анализами, да, есть анализы, которые определяют, не знаю, насколько точно они его определяют, в общем, есть достаточно специфичные признаки в поведении ребенка, в поведении самочувствия, что если они присутствуют, то можно предположить, что есть нервоспаление. Можно на эту тему как-нибудь тоже легко обобщу вот что. Вот уже как доктор, я думаю, что если есть даже минимальные проявления, ну, скажем, да, даже не отставания, а каких-то нарушений в поведении, в развитии ребенка, даже тонусе и так далее, можем говорить о том, что есть нервоспаление. Вопрос, насколько оно выражено. Это второй вопрос. А любые, даже не надо делать анализы. Если вот там прозвучало у вас, да, по трехмесячному ребенку симптом, глаза закатывает, значит, любое отклонение от возрастной нормы, это следствие нейровоспаления. Другой вопрос, причины его, степень выраженности, это все другое дело, но потому что на самом деле все моменты, связанные с развитием ребенка, включая его поведение психическое, физическое, я имею ввиду, мышечный тонус, повышение, понижение и так далее, и так далее, это все завязано на нервную систему. Любое нарушение нервной системы это следствие нейровоспаления. А можно вопрос, пожалуйста? Конечно. Вот как раз к вот этим внешним проявлениям. я очень много общаюсь с мамами и очень часто мамы или задают вопрос, или утверждают, что вот у нас как бы все не так печально, у нас не так много стимул. И вот в связи с этим у меня вопрос, можно ли по внешним проявлениям, то есть то, что мы называем самостимуляциями, стимами, странностями в поведении, примерно сказать, насколько глубоко и сильно повреждение у ребенка. То есть есть ребенок, который просто ходит на цыпочках, кушает переборчиво, переборчиво в еде и не разговаривает, есть дети, которые как мой был, бился головой в стену, горячие виски, ночью не спим, писаем трусы. То есть можно ли по внешним проявлениям сказать, насколько глубоко и сильно и где находится это воспаление? Смотри, можно. Можно примерно сказать, где и насколько сильно и более того, просто часть того, что скажем так, называется стимуляциями, оно не признак нервовоспаления, а признак в первую очередь повреждения определенных частей, скажем, в спинном мозге или в головном мозге, да? Ну вот, например, то, что ребенок, скажем, не кушает и что-то еще там сказала? Бьется головой в стену, ходит на сыпочках. Бьется головой в стену, тут вопросов нет. Там 100% есть нервовоспаление. Голова горячая. Голова горячая. Ну, как у меня у Андрея было. Вот. Но то, что он не кушает, то, скорее всего, имеется воспаление в ЖКТ. А воспаление в ЖКТ, как правило, сопровождается воспалением в центральной нервной системе. То есть, как бы, я такую связку вижу постоянно. То есть, если есть воспаление в одном месте, то, как правило, есть воспаление и в другом месте. и поэтому оно там, скорее всего, просто есть. То, о чем я говорю. Любое поклонение от нормы, это следствие воспаления. Неважно, где оно, в пальце ходит, на сетках, это нарушение в период родов, это родовая травма, которая влечет за собой воспаление. Оно может быть выражено сильно, может быть, какие-то микронарушения, а может быть, ребенку, грубо говоря, оторвали голову или его свернули. Это степень выраженности. Просто. Оно есть в любом случае. Весь вопрос, насколько оно выражено. Соответственно, чем меньше выражено, тем оно легче лечится. Даже не нужно дополнительных анализов. Есть отклонение от нормы. Причем, вот здесь очень интересный момент. Отклонение от нормы может проявляться позже. Где-то раньше, где-то позже. Ну, например, мы знаем развитие ДЦП. ДЦП выясняется, выявляется, доктора его начинают видеть где-то ближе к году. Но, если мало внимательно, она это уже увидит где-то в месяц полтора. Вот три месяца увидели. Это типичная картина родового повреждения детско-церебрального паралича. Начинающий, скажем, до стадии, потому что, если это остается в какой-то воду, воду это выльется в тяжелую форму, предположим. Или он ходит на цепочки, максимум, во что это выльется, предположим, в плоскостопие, но, тем не менее, это все равно нейровоспаление. Так, повышенные тромбоциты у ребенка. В прошлый раз доктор Рима объяснял на эту тему. Рим, ты можешь повторить, что это означает? Домира случайно спрашивает, нет? А? Это не мама Домира случайно спрашивает? Нет, не мама Домира спрашивает. Я, во-первых, не увижу вопроса про повышенные тромбоциты, во-вторых, если я уже что-то и говорила, то нужно видеть общий анализ крови. Невозможно говорить конкретно об одном элементе, который происходит в изменениях, изменения в анализах. Возраст ребенка, общий анализ крови надо посмотреть и надо посмотреть частично биохимический анализ. Если хотят что-то... Причину, по которому сдавали тромбоциты. Зачем? Ну, нет, может быть, сдавали просто анализ, увидели, да, тромбоциты. В общем, короче говоря, надо, чтобы они все это прислали и после этого только можно делать какие-то выводы и о чем-то говорить. Повторюсь, это может быть, например, пятилетний ребенок, условно, с 5 до 7 лет, и тогда это будет вариантом нормы. Но, опять-таки, не только повышенные тромбоциты, а некие связанные между собой изменения в картине крови. Не могу так на вопрос ответить. Или в личку, или через Настю пусть пришлют анализы, пожалуйста. Юсеф, а можно вопрос у такой? Здравствуйте. По поводу Саши. Смотрите, у него получается в руках, ну, он начинает предметы вертеть, он, то есть, рассматривает их с обоих стороны, то есть, ни один, ни два, он может стоять, да, например, что-то взять и стоять, это смотреть, это стереотип, или это уже как привычка идет? Скорее, он просто пока пытается так мир познавать, он просто младше своего возраста и ведет себя больше как младенец. Бери у него эти предметы, показывай ему, привлекай внимание к каким-то особенностям этих предметов, предлагай как-то эти предметы использовать, то есть, нужно вот у него вот это внимание, его нужно как бы зацепить, и поворачивать туда, куда, так сказать, нужно. Мы вчера об этом, вчера, пару дней назад, одну секундочку, Володя, мы пару дней назад об этом говорили, о том, что полгода назад, когда вы приезжали, скажем так, его уровень развития был, ну, скажем, особо никакой, то есть, ему практически почти с нуля приходится сейчас все осваивать, и подобные способы изучения мира, они естественны. Ну, мы говорили о том, что это и про крестик летнего возраста, самоутверждениями и так далее. просьба восприниматься спокойно. Можно я еще добавлю вот к Володиным, да, и к вашим словам, то, что очень важно научиться различать, где стимуляции, а где просто ребенок действительно развивается. Мы просто привыкли, да, видеть, что, ой, это же там проблема, там проблема, сям проблема, и мы во всем, даже в том, где нет проблемы, мы видим проблему. На самом деле, у нормотипичных детей это тоже есть, когда они очень близко к глазам рассматривают какие-то предметы, или они тоже где-то там могут попрыгать эмоционально, да, и закатить истерику и прочее. То есть, не все, что мы видим как странность, есть странностью. Просто мы как-то слишком привыкли очень, скажем так, дотошно воспринимать все, что делают наши дети. Активно переживать, да, скажем прямо. Да, они дети, они другое поколение, они не такие, как мы во многом. Поэтому, Володя, успокойся, все у него нормально. Настя, он просто, знаешь, он у нас уже почти стихи рассказывает, читает до десяти почти, там, ну, уже больше десяти цифр. Не говорящий полгода назад ребенок, да? Вообще ничего не говорит. Он делает алфавит почти весь полностью. Он умеет по слогам читать. Ему говоришь какой-то слог, он показывает, где этот слог. Пытается эти слога повторять. Это просто, даже вот трехлетнего ребенка возьми. не каждый трехлетний. Это процесс развития, да, поймите, что у него как бы продолжается развитие, нервные клетки растут, возникают новые связи, да, вот он себе помогает. Любые дети крутят предметы, рассматривают, в общем, то есть, короче, я не вижу, что есть повод для беспокойства. Тут есть уже более интересный. Кстати говоря, Валерий Кашлан тоже готов, чтобы он все языки знал мира. так само собой. Ну, вы учтите тоже такой момент, что, ну, как мы говорили, вот полгода назад еще он был как бы с одной стороны никакой, с другой стороны. А вот те навыки, которые у меня есть, это те навыки, которые практически, можно сказать, он развил себя сам. Не потому, что с ним, вы с ним усиленно занимались. Мы просто создавали больше, наверное, вот счастливые условия существования, что-то счастливые родители и радостное детство. И все произошло как-то само. А другие вот родители, многие, они прилагают огромное количество усилий, таскают детей по всяким логопедам, там, врачами и прочее. И это не усиливает эффект, развитие ребенка. А вот как ваш пример замечательный в этом, именно в этом. То есть вы его не таскаете, просто вот его любите, стараетесь ему помогать, а развивается он сам. Причем такими темпами, которые совершенно невероятны. А с другой стороны, естественно. давид, это вообще он себя сейчас ведет, когда он поговорил с вами. Вообще нормально. хотела сказать, если, я могу ошибаться, конечно, если не ошибаюсь в памяти, именно, по-моему, Володь, ваш малыш приехал к Давиду после одного курса микрополяризации с ожогами лобных долей. они тоже, ну, да. Я просто хотела сделать на этом акцент, что насколько опасны эти процедуры, которые делают. Потому что многие эти шапочки, я как бы говорю, ну, как бы тоже, что этого нельзя делать, но не все, наверное, этого понимают. Ладно, оставим эту тему известную. Дело в том, что вы тоже пример, что восстанавливается с Божьей помощью. Да, да не то, что восстанавливается. Как минимум восстанавливается. Как минимум. Чем раньше похватится, тем лучше все будет. Ну, все относительно. Так, многие мамочки пишут об обязательном переходе на БГБК диету, что это является костяком в лечении аутизма. Мол, многие дети просыпаются после регулярной диеты. Так ли это? Они просыпаются и там начинается такое иногда. Девочки, кто задал вопрос? Екатерина, ты тут? Тут я тут. Ага. Вот. Значит, вопрос БГБК диеты. Да. Этот вопрос возникает постоянно и регулярно. Регулярно обращаются мамочки, во-первых, с вопросом про это, а во-вторых, с вопросами про последствия. скажем так, БГБК диета совершенно не нужна без показаний. То есть, если у ребенка есть показания, то есть, например, у него есть действительно непереносимость, скажем, лактозы, или у него есть непереносимость глютена, что, в общем-то, довольно легко выясняется, скажем так. Если не анализом, скажем так, анализы действительно бывают не очень достоверными, но это очень просто выясняется экспериментом. То есть, вот у ребенка убирают лактозу и действительно у ребенка не болит живот, ребенок лучше себя чувствует, то понятно, что у него есть проблемы с лактозой. То же самое с глютеном. Если вводить эту диету просто так, то ребенку этим можно нанести серьезный вред. БГБК диета предполагает очень серьезную работу над сбалансированной диетой. Для того, чтобы она работала в тех случаях, когда нужна, она должна быть, скажем так, она должна быть основана на продуктах с низким гликемическим индексом. То, что я вижу, то, что мамочки дают детям, это просто какой-то кошмар. Это прямая дорога сахарной ребенке. Что это за продукты? Детей переводят на питание чистыми крахмалами, какими-то совершенно непонятными искусственными продуктами. Почему-то думают, что это прям все очень полезно, а потом удивляются. Ой, у ребенка вырос сахар, ой, у ребенка выросло то, ой, ребенок перестал там делать это, делать все. То есть, скажем так, никакая диета не нужна без показаний к этому. И никакое лечение не нужно без показаний к этому. Особенно там витамины и там прочее всякое, биодобавки. Потому что, да, результаты не нужны, не нужны, но навредит. А уж БГВК-диета, она уже настолько на слуху, ее, по-моему, все уже перепробовали, но очень мало кто, во-первых, ее вводит как надо. Скажем так, если ее вести правильно, то она не нанесет вреда хотя бы, да? Не знаю, принесет ли она пользу или нет, но, в общем, вреда хотя бы не нанесет. Но проблема вся в том, что очень малый процент мамочек таки разбирается до конца и вводит ее именно правильно. Просто убирают у ребенка там важные продукты и ребенок остается вот на такой диете, которая действительно приводит к сахарному диабету. Мы такое видели много раз, к сожалению. Да, к сожалению, это действительно очень частая вещь и, в общем, и к нам обращаются, и, скажем так, в разных форумах я читаю, и все время все одно и то же. То есть, прям вот как реинкарнации какие-то в этой диеты? Просто глютен у нас нормально, ну, по анализам все хорошо. Но я сама вижу, что когда Адриан наест оладушек, там, вот такого вот пряничка у родных, он начинает беситься с удвоенной силой. Он начинает... Сахар, дорогая, послушай, как правило, все вот эти вот продукты, которые якобы глютен, это не глютен, это либо лактоза, потому что, учти, у вас в хлеб добавляют молочный порошок, да? То есть говорят, ой, вот я ребенку убрала хлеб, ему стало хорошо, я перехожу на БГВК, да? У ребенка, скорее всего, проблема с усвоением лактозы, это правда. И убрали, не хлеб убрали, а убрали вот этот молочный порошок, который в хлебе. То есть если ребенку дать просто хлеб без молочного порошка, а то ничего не будет, да? А то, что ты рассказываешь, это явная реакция на сахар. На глюкозу, Убери сахар, понимаешь, вот убери сахар в первую очередь, и глюкозу, и вот те продукты, в которых много фруктозы. Скорее всего, это просто решит проблему. Это может быть еще и от кандиды, скажем так. В первую очередь, это сахар, это те же крахмалы, но обычно убирание сахара достаточно для того, чтобы все нормализовалось. Ясно. Надо проверить. Надо проверить, потому что проверка – это большой вопрос, и там можно точно все произвести, к сожалению, анализами. Не, многие вещи действительно выясняются экспериментом, но как бы не нужно ребенка полгода держать на этой диете. Это видно уже достаточно сразу. Так, что там у нас дальше? Ребенок смотрит, зависает около дороги и смотрит на проезжающие машины. Может так стоять долгое время, больше получатся. Что с этим делать? Так, ну, мне это сразу говорит о том, что неплохо бы сделать ночное ЭЭГ, потому что возможно, что есть какие-то причины для того, что ребенок зависает. Например, опи-активности, которые доктор Аркадьев рассказывал многократно. Вот, а потом уже думать, что дальше делать. Хочешь так вот так делать, что ли, грязь, что ли? Как на нем уголки? Сэрф, здесь момент, я вмешаюсь попробовать этот ответ. Смотрит на машине и зависает на разные вещи. И вот, нет, просто машины вот это движение, оно может просто провоцировать. да, так это разные, он может смотреть, а может зависать. Зависает, согласна, да, абсолютно согласна. Да, мы тоже. Скорее всего, он смотрит на само движение, да. Так, это понятно, крутит, если он провожает, да, если он их провожает головой, если это... Это не зависает. Не зависание. Ну, написано же, зависает. Нет, если не зависает, то не зависает. То есть, только на машине зависает, или бывает, что скажем, да, здесь важна точность терминологии. То, что мы понимаем под зависанием с экспертинской точки зрения, и то, что родители могут понимать, что ребенок просто смотрит в одном направлении, голова не поворачивается. Если бы у меня было разное, я тоже на машину смотрел, очень хорошо. По полчаса. Вообще, там можно впадать в медитацию, тоже вариант. Очень хорошо. То есть, скажем так, это может что-то означать этот признак, а может не означать ничего. Здесь, вот Давид, правильно формулировали, точность терминологии нужна, что имеется в виду. Это совершенно разные вещи. Так, следующий вопрос. Ребенок все, что попадается под руку, прячет в окно, выкидывает, это что означает? Ну, это может означать много чего. Во-первых, начиная от невоспитанности абсолютной. Да. И кончая, в общем, достаточно серьезным повреждением, скажем так, в теменных долях и в затылочных, и, возможно, умственную отсталость с некоторыми нюансами. То есть, просто так тоже это по одному признаку невозможно сказать. Мы такое, скажем так, дополнение с моей стороны. Мы такое видим постоянно. с моей точки зрения, практический вопрос не только в том, как это объяснить и какие механизмы стоят, а что с этим делать. Ответ всегда базисный, однозначный, одно, не позволять ребенку это делать. По поводу лечения причин, это важно и другое, но прежде всего, просто не позволять ребенку это делать. Это вопрос безопасности, это вопрос воспитания. Это очень серьезный вопрос. не так давно, тоже, может быть, сейчас человек, о котором идет речь, присутствует здесь тоже, столкнулись ситуации, когда ребенок там не только выкидывал вещи через окно, но и сам выпрыгнул. То, что он остался жив, это просто чудо. нужно было еще проводить определенное дистанционное лечение, чтобы его восстановить в буквальном смысле медицинском, но то, что он остался жив, это было чудо, потому что он выпрыгнул с четвертого этажа. Лена, если ты здесь, ты тоже можешь рассказать об этом. То, что он выкидывает, может травмировать и других людей, и в любом случае дурные привычки нужно просто пресекать. Это вопрос и воспитания, и гораздо больше, вне зависимости от тех причин, органических или других, в связи с которых ребенок совершает такие неправильные действия. Ребенок должен знать, что это делать нельзя. И вот это основное на уровне действия. возник вопрос продолжение по поводу машины, что он нравится смотреть, как машина переезжает лежачим. Я что-то не очень понял, что имеется в виду. Лежачий полицейский. Это такая получается, да, как некоторые говорят, опа-опа, знаешь, получается немножко... Я уже испугался. Нет, нет, лежачий полицейский, да, они действительно смотрят, как колеса преодолевают эту трудность. Такой искусственный год. Это не зависание. Это не зависание. Машина подпрыгивает. Нет, это, скорее всего, это другое. Конечно. Это интересно. Да. Лежачий полицейский. Это только в России от большой любви к полицейским их так называют. Нет, не то есть. Правда, неправда. Это европейское название. А, да? Я что-то думала, как у России. У нас осталось несколько минут. Давайте посвятим их тому, что Настя или виновник о нашей новой традиции, ну, практически еженедельные сообщения о том, что у ребенка снят диагноз. Люда, ты есть или нет? Если нет, то я расскажу. Была вроде бы. кто там был? Есть, есть. Давай тогда ты. Я тебя чуть-чуть хочу потом дополнить еще. Ну, мы в пятницу посетили нашего невропатолога. Она, наконец-то, начала вести прием с этим коронавирусом в частном порядке, но неважно. В общем, нам сняли диагноз раз, вот, оставили из ЭПР с элементами Лалии. Ну, это, в принципе, понятно, потому что доченька, ну, только-только начала понимать. Это стандартно, да, они снимают, но остается сначала за ПРР, да, который потом тоже в какой-то момент с Божьей помощью снимается, да. Да. Это мы тоже что-то такое. Вот. Она очень довольна, она прям была просто поражена нашими успехами, вот. Самое интересное, вот хочу сказать, сказала снять все препараты, убрать, дайте ребенку отдохнуть, и, ну, просто наслаждайтесь жизнью, ребенком. Вот это мы все время говорим. Да, и мне так это порадовало, то есть, я уверена, что у нас нормальный доктор, адекватный, который не пихает, в общем, всякую нам ерунду, никаких стимуляций, абсолютно никогда сказала, никого не слушайте, ничего не делайте, вот так вот потихонечку, побольше свежего воздуха, моря, гуляний, мама должна быть всегда в прекрасном настроении с папой, вот, и сказала, что дай бог, чтобы так все было хорошо, к семи годам вы точно забудете про вашу проблему, вот, мы очень рады. То, о чем мы говорили сегодня, к вопросу о возрасте, там, кстати, есть, был вопрос лечится линировоспаление, вот вам ответ. да, при этом, в силу того, что люди не смогли приехать, это как бы добавление от меня, пока что, в силу того, люди не смогли приехать, лечение проходило дистанционно только, и заняло это, начали мы это полгода назад. сказки каждый день. Спасибо, Есэфа, за сказки. Да, мы все их смотрим, в них, знаете, в них столько поучений для родителей в этих сказках. Спасибо вам огромное, мы иногда прям себя находим. Вот, а Давиду огромное спасибо, что немножко вправил нам мозги. вот. Необходимо вправить, это правда. Да, потому что мы слишком, ну, особенно я, муж нет, а мы слишком с ней нянчились, жалели, вот, а как только я начала строже, обалдеть, она все понимает, все делает, и вообще умничка оказывает. Как я тебя понимаю, у меня та же, та же фигня была, извините за такое слово. Ну, это внешне, с вашей точки зрения, строже, а практически относиться серьезно, как, с уважением, как к человеку здоровому совершенно. Да. И, соответственно, и с него, и с человеком, который замечательный, и его дурные проявления, они абсолютно неправильные, их нельзя допускать. То есть, проявление уважения к ребенку, без всяких сисюканий, без ничего, просто уважение, а это еще и требовательность. Да, да, как абсолютно, как нормальный. тогда с ребенка, тогда он чувствует, что к нему относится серьезно, не как к больному кусочку чего-то, а как к равному себе, даже в чем-то даже лучше, выше, здоровому человеку, поэтому с него и требуют. И это дает огромный скачок развития самого ребенка. конечно, оказалось, что она просто все понимает, но она имела нас в виду. А как это назвать? Когда я немножко строже делаю тон, там, захожу в комнату, там, Варюша, идем кушать, она встает, бежит на кухню, садится за стол и берет ложку, и такая, знаете, понимает, что она переборщила и бросила ложку, типа, «Покорми меня сам». Слишком разбаловала я вас. Она очень разбалована, она немножко воспитывала вас. Нет, а что я взяла ложку, это я вас разбаловала слишком. Поэтому все хорошо. Ну, замечательно, мы за вас рады и ждем вас в гости. Ой, да, мы тоже. Как построить границы. Да, да, спасибо вам огромное. Наши границы, похоже, уперлись в способности организовать тестирование от этого коронавируса. Потому что открыли на выезд, а на въезд они никак не могут придумать, как им лучше сесть, чтобы их потом не обвинили. Так что, похоже, что это чистая бюрократия уже осталась. Так, следующий вопрос. Если убрать нейровоспаление, уйдет ли ходьба на носочках? Так, значит, про ходьбу на носочках нужно сделать отдельную лекцию, потому что ходьба на носочках вещь не очень простая. На самом деле нужно нет. Это вот, когда будет лекция о ДЦП, я на эту тему там поговорю, потому что на самом деле это, ну, если брать микросимптоматику, да, то вот ходьба на носочках, это можно назвать микросимптоматикой ДЦП. То есть, причины одни, другое дело, что это проявление. Вот мы об этом поговорим отдельно. Поэтому давайте мы этот вопрос просто перенесем. Дополнение по поводу хождения в носочках, как и Сефа тоже много раз говорил, и доктор Аркадий это тоже и делал, показывал тем, кто приезжал. С точки зрения нашей практики хождение в носочках связано с поражением, ну, кто-то может назвать это нейровоспалением, кто-то по-другому, с поражением структур спинного мозга, вот как раз в области скажем так, воротниковой зоны. Да, верхнейшейного отдела. Да, верхнейшейного отдела. Поэтому, то есть, это не нейровоспаление головного мозга, а другого отдела нервной системы. Там сложно, там иногда нужно какие-то почки работать. Признаки воспаления, другой вопрос, насколько они выражены и так далее. Вопрос от Аллы. Посмотрись. А? Вопрос там от Аллы. Какой вопрос? В чате. Можно мне спросить? Можно. Вот у меня мальчик бьет папу головой в голову. И мы сначала думали, что это стимы или же демонстрация, что он нам не может объяснить. Может ли это быть ревность? Может. не надо? Вот я не знаю. Я вопрос... Краткий ответ. Это нельзя допускать. Все. Потому что мы не знаем, что с этим делать и мы не можем понять. Не допускать. Вот, понимаешь, он то же самое будет делать с другими людьми, когда выйдет. И это, мягко говоря, ничего хорошего ни ему, ни другим не принесет. когда всякие такие проявления нужно перестать быть добренькими, все понимающими, все прощающими и так далее. Думать о том, что мы родители, мы ответственны за то, что будет происходить с этим человеком, который сейчас ребенок, в дальнейшем. Если мы чему-то будем попускать, то мы должны думать, какие последствия этого могут быть? Мы ему, в принципе, наказываем, но... Не допускай, просто толкнем его сторону в этот момент. Не обязательно наказывать. Не допускать это называется. Прошу не путать. Не допускать и наказывать это разные вещи. Прошу услышать. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Сын с утра до вечера чешет голову. Что это может быть? И голову ребенка мыют каждый день. Вот буквально на днях обращалась одна мамочка с вопросом, что делать. Ребенок покрылся чем-то на ручках и, значит, врач сказал дерматит. В общем, когда-то я такое переживала со своим старшим сыном и попала к одному хорошему детскому врачу, честно говоря, нерусскоговорящему, и он мне сказал, говорит, мамаша, перестань мыть ребенка с мылом каждый день. Не чаще, чем раз в неделю. Еще он прописал мне тогда такое масло специальное добавлять в воду и надо сказать, что за месяц все прошло. И детей с мылом каждый день я с тех пор не мою. Я сильно подозреваю, что здесь может быть проблема ровно того же порядка. Все что угодно может быть, начиная этого и кончая в шаге. Нет, ну и плюс нарушение вегетативной нервной системы тоже может быть. Надо посмотреть, почему он потеет, не потеет, какую часть он чешет, когда, в какое время это происходит. Ну смотри, понятно, что так вот сходу, но вот это самое очевидное, что вот и очень ясно. Это нужно стать привычкой просто. Да. Да. Ребенок перестал кушать хорошо, перестал кушать супы, каши. Кушать только вечером это плохо. Что это может быть? Это может быть все что угодно. В частности, это может быть, скажем так, я не говорю, что это обязательно это, но один из вариантов это просто нейровоспаление развелось настолько, что затронуло определенные области центральной нервной системы. Ребенку просто стало неприятно консистенция вот этих вот продуктов. Так, значит, нейровоспаление никак не вылечить. Ну, собственно, вот мы уже полтора часа почти на эту тему как раз и говорим, можно его вылечить или не можно. Таблеткой вылечить нельзя. Да, это 100%. Можно ухудшить разными методами, потому что они оказывают производство стимуляции просто по своему назначению всякие вот наотропы, всякие, не дай бог, электрические стимуляции. Это стимуляции. Когда есть воспалительный процесс, любые стимуляции вот только усиливают. А самый последний вопрос, пожалуйста, Лиза. Последний вопрос. А можно я задам? Можно я задам? Можно. Скажите, ребенок 6 месяцев упал с кровати с высоты полметра на пол. В тот же день в травматологии делали рентген, никаких нарушений не выявили. Смогло ли это спровоцировать нейровоспаление? А клиника? Клиника есть нейровоспаление? Ну, упал и упал. Ну, упал и упал, да. Ничего страшного, господи, они все падают и у них достаточно... Если он упал, скажем, затылком с детского кресла, то мог получить вполне и перелом там, который мог... Во-первых... Нет, 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 нет. 6-месячный не мог, да. Это во-первых. Во-вторых, да, еще кости, да, кости подвижные, компенсаторно все, если нет, ничего страшного. Какие могут... Хотел задать вопрос. Какие могут? Я хотела задать. У меня он такой, какой-то, может, странный, я не знаю. Я больше к Йосафе. Хотелось бы просто лекцию услышать на тему, имеет ли влияние рода бабушек, дедушек на наших... на то, что у нас такие дети. То есть отвечают наши дети за грехи наших дедов-прадедов. Может быть, у меня такой ребенок, потому что мои бабушки, дедушки... Ну, может быть вообще такой. Всякое бывает. Всякое бывает, но не надо из крайности в крайность искать виноватых и радоваться подвести. Я понимаю. Я скажу только один аспект, который... ИСФ, это, наверное, действительно не на одну минуту. ИСФ, наверное, оставит ответить лично. Может быть, делаю это по нашей просьбе. Лезть сюда. Но я что могу ответить по поводу того, с чем сталкиваюсь постоянно. И те, кто... Сейчас присутствуют некоторые тоже могут рассказать, что дедушки и бабушки могут с одной стороны сыграть великолепную поддерживающую роль, но во многих случаях происходит еще и другое прямо противоположное. Потому что бабушки и дедушки воспринимают внуков как игрушки, перед которыми они тоже определенную роль отыгрывают. Например, зная то, что ребенку там, как говорят родители, нельзя давать сладкое, они все равно их закаривают конфеточками, там, таскают им вещи, которые им совершенно не нужны. И делают очень добреньких и заботливых бабушек, дедушек. Знают, что они завтра уедут и их совершенно как бы не будет беспокоить вопросы там. Это вы, наверное, обо мне, Давид. Изментическая? Нет, обо всем бабушек. Опять-таки, давайте не будем искать виноватых. Все всегда связано. Мы все, вот семья, цифра семь, буква я, вся семья это единое целое во всех смыслах этого слова. И не надо кидаться из крайности в крайности, пытаясь выделить позитивно или негативно какой-то один из элементов. Все всегда связано. И наша задача используя вот эту данность, которая есть, стараться сделать так, чтобы она работала на пользу. Это да. Но мы, естественно, с тобой потом лично поговорим. Я уже боюсь генетической точки зрения. Наоборот. С точки зрения генетики вы должны прекрасно понимать, что те клеточки, те яйцеклетки, из которых выражали свои детей, это вы с ними родились. Это фактически то, что было заложено в вашей маме от вашей бабушки. Да. Например, тибетская медицина восточная, она основана тоже на этом. И согласно этим тибетским подходам признаки наследственно передаются не от родителей к детям, а через поколение. Поэтому дети во многом похожи больше на бабушек и дедушек, а не на родителей. И это такой принцип дед-внук. Это принцип восточной медицины. В некоторых, если говорить об этом, то в некоторых народах исламских внуки иногда считаются как бы детьми вот этих бабушек и дедушек, если у них нет там, например, сыновей. И так далее. То есть, это да, но опять-таки мы все, не надо кидаться из крайности в крайность, все всегда едино и взаимосвязано. И наша задача это стараться использовать данность для лучшего. Позиция обвинения, она неправильная. Образвенение. Да, неправильная. Всегда неправильная. Спасибо. Ну, у нас время вышло совсем уже. Всем пока, я прощу. Да, от Аркадия и от Юсефа ждем замечательных лекций на те темы, которые были попрошены. Это додумай. Все для вас. И, наверное, мы это должны будем сделать не только в формате лекции через Zoom, а просто в виде лекции, записанные отдельно. Ну, посмотрим. Как вопросы. Скорее всего, сделаем этап и так. Все, пока. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое вам. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Поехала. Всем спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok